Мы просили провести четвёртого. Так. Вы правы. Я это не расслышал. Вы правы. Дайте счёт. Один, два, три, четыре. Вы правы. Так. Кажется, я нашёл этого четвёртого и даже убеждён в этом. Это Олег. Так? Твой божья, да? Да, он рулевой. Он изменял вашу жизнь? Да. Что вы хотите? Мы хотим спросить. Вы его имели в виду? Вы найдёте сами. Хорошо. Вопрос такой переводчика. Это я по его просьбе задаю. Этот блокнот, он будет писать 20 лет в своём теле, физически писать. Вы считаете? Я задаю так, как он мне сказал. Вы считаете? Это плохо. Да. Это был ваш вопрос. Скрыт обман. Хорошо. Он в этой жизни будет 20 лет писать в блокнотах? Вообще-то ничего. Хорошо. Он будет жить 20 лет ещё здесь, в этой жизни? Если мы скажем «да», что вы будете делать? Жить. Хорошо. Значит, я во сне, в детстве, он видел книгу, которую пишет. Вы можете привести несколько строк с той книгой? Это по его просьбе. Потому что он не помнит, что там было написано. Нет. Не можете. Хорошо. Тоже во сне, в прошлом, по-моему, году, на часах, он видел номер. Вы можете там порыться в его памяти и достать этот номер? Нет. Нет. Хорошо. Тогда я его вопрос исчерпываю. Выше четвёртого. Я нашёл его. Я подскажу вам. Вы все изменили друг другу жизнь. Вы были вместе. И даже сейчас. Но вы не видите этого. Скажу более. Вы все убийцы и все жертвы. Понятно. Это я подзываю. Теперь о книге. Так. Мы говорили с вами, что четверо – это один. Так. Вы теперь поняли, кто пишет книгу. Ага. Слечит рад. Спрашивайте. Вы спросите, как долго мы пишем? Да нет, зачем? Будьте внимательны. Наших ответов. Стараюсь. Да. Но ещё такой возникает вопрос. В принципе, все люди меняют жизнь друг друга в той или иной степени. Да. Вы правы. Усуществуют повороты. Решающие судьбу. Это первая подсказка в этой жизни. Прошлая в этой жизни. Вы меняли её неподсказками. Мы подругими. В прошлой жизни мы меняли жизнь друг друга неподсказками. Так, этот я помню. Ну, то есть, вы скажете нечто только тогда, когда мы приведём это в четвёртого? Мы скажем больше. Больше года. Хорошо. Но, найдя четвёртого, у вас будут другие вопросы. Это уже не подсказка. Так, я только, ну, что, конечно, наверняка глупый, да? Но, всё-таки, вы говорите, что нас сейчас четверо. То есть, в этой, здесь, в этом месте нас сейчас четверо. Вы обобщаете. Ну, то есть, рядом с переводчиком нас уже четверо. Вместе с переводчиком. Нет. Будьте внимательны в ответах, я бы прождал вас. Я вам не скажу сейчас ничто. Прослушав кассету, обратите внимание до того, как я вас предупредил. Хорошо. Спасибо. Так. Вы сейчас картинки можете ему давать? Да. Положение улучшилось? С его мозгом? Нет. Продолжает ухудшаться, да? В нашем понимании, да. Ну, понятно, я относительно вас спрашиваю. В прошлом контакте меня удивила ваша интонация. Когда я сказал, а поможет ли музыка? Вы, по-моему, так немножко ошаляло сказали, да, конечно. Мы работаем в мире. Но это интонация в ответе. Как она? То есть, надо слушать музыку, чтобы было лучше? Нет. Таков вопрос, таков и ответ. Угу. Я думаю. Вам помогает музыка? Да. Ты чем спрашиваешь? Понятно. Так. Ну. Мы встретим Томми. Значит, ну, весь прочел. Вы знаете, что он знает в третьем Томми? А не прочел он весь. А не прочел. Значит, вы не имеете представляет, что в третьем Томми. Мы не входим в это. Это ваше личное. И мы не имеем права. Мы говорили вам о законе. Да вот я не понял. Есть какие-то табу, которые нам нельзя говорить. То есть, пока мы еще не дратьсяли до этого. Ну, в принципе, правильно. У нас есть законы, куда мы не имеем права вмешиваться. Ага. Не нарушив. Ясно. Так. Ну, как вас можно понять, если вы говорите, что вы знаете не больше, чем переводчик? Так вы это говорили? Ну, в смысле, обыдетчик. То, что позволяет. Он. Мы доверили вам. Можно закрыть. Ага. То, что он позволяет. Скажите, как он мог вам позволить, значит, когда он не имеет представления, что делал товарищ Белимов-третий в 71-77 годах? Разве? Мы говорили о единстве. Четверых, ладно? А, то есть все знают обо всем. О всех четверых. Получается так? Да не все знают о себе. Я не все помню о себе, скажем так. Вот. То есть принцип голографии, когда голографическую пластинку разрезают на тысячи частей, но она каждая, эта часть воспроизводит целая. Тут верно? Да. Так. Хорошо. Третий, это Белимов, значит, трех. Это я правильно понял. Ну, говорю ли вам, что вы должны найти все сами. Не будьте глупы и не считайте нас. Это первое. Второе. Помните о поправке. Какой? Изработчик. На этой кассете? Да. А, ну это я помню, что мы коренным образом изменили жизнь друг друга. Нет. Просто скажите внимательно. Мы не будем повторять. Ладно. Что-то я вас еще хотел спросить. Без записи трудно. Какую-нибудь дезинформацию вы нам давали специально для того, чтобы мы рассекретили, что это дезинформация. В вашем понятии нет. А в вашем? Все дезинформация. Нам приходится говорить в вашем законе. Нет, я имею в виду конкретные ответы на конкретный вопрос. Когда вы нам отвечали конкретно. Вам отвечали не конкретно. Ну, конкретно это когда, допустим, да, нет. Отвечали конкретно. Вы вели этот диалог? А на этом он вел этот диалог, да? Вы ранее вели и да, нет. Что бы мне понравилось? У меня создается впечатление, что с одной стороны вы не знаете наше будущее, с другой стороны вы говорите, что если бы был человек, то бы он отказался слушать то, что ему скажут. Это случилось. Мне говорили будет прямо. Ну, естественно. Откуда вы могли знать, что есть человек, который откажется слушать то, что ему скажут? Откуда? Думайте. Это сознаю переводчик, да? Нет, это сознаю переводчик. Ну, то есть все наши мысли где-то там, ну, не где-то, тут у вас, скажем так, видны. Думайте. Ясно, не скажете. Садовайте. Извините, про символ фашистского креста я все-таки хотел бы продолжить. Продолжить? Да. Мы говорили с вами? Я лично не говорил, говорил товарищ Беримов. Я так уже под вас подстраиваюсь, так как мы едины, то считайте, что говорил я. Мы не знаем такого символа. Это первый. И вы сделали вывод из единства. Это второй. Вы, извините, вы не знаете такого символа? Я не знаю, почему вы сделали вывод из единства. Будьте внимательны. Скажем так, единство взглядов. Это единство? Нет. Нет? Вы встречали с единственным взглядом? Да, безусловно. Встречалось. Вы видите. Допустим. Вам конкретно именно? Нет. Пример, вы вспомните, чтобы вы не спорили. Любой спор. Это уже не единство. Это первое. И второе. Вы не одинаковы. Даже, говоря о голографии, вы не повторите с осколков полную картина. Да, она будет размойта все правильно. И чем я иначе? Нам не пришлось бы говорить о соединении. Угу. Ясно-ка. Так. Значит, недавно я вычитал такую информацию, что все в мире должно быть и потребителем, и жертвой. Это принцип верен для вас? Нет. Не верен для вас. Ну да, для нас он не верен. Это оправдание многих поступков. Понятно. Но вообще, в глобальном масштабе, так скажем, до вашего мира, это верно? Нет. Ибо жертва только виновата в том, что она жертва. И не боль. Я не имею в виду физическую жертву. Я имею в виду, допустим, куда... Вы не говорили о физическом. Понятно. Какой-то поступок, который является жертвой. Допустим, такой пример. Люди, прожив здесь, узнав нечто, уходят дальше, так скажем. Вы поняли, в каком смысле. И там помогает человечество. То есть приносит себя в жертву человечеству. Чтобы все, так сказать, поднялись. Практики, помогая ближнему, вы считаете, что вы жертвуете? Если вы так считаете, вы уже не помогаете. Но это я относительно себя говорю, жертва. А относительно того, кто жертвует, это уже не жертва. Если даже относительно вас, мы не говорим о жертвах, зачем берете выше? А не хуже вас? Сами сказали, нельзя говорить, хуже, лучше. В вашем понятии. Ну, потихонечку сбиваются понятия, так что корректируйте немножко. Мы устали от вас. Хорошо. И нам легче говорить в вашем языке. Угу. Тогда никакого прогресса не будет в этих разговорах, я так понял. Разве? Ну, будет, конечно, значит, изменения какие-то. В прошлом мы говорили о лжи. Вы помните? Да. Ложь является только относительно меня самого, допустим. Что повело вас? Куда? Вы дали вывод. Что только мы знаем. Так сказать, где мы. Вы говорите, что они приносят пользу. Здесь два варианта. Вы хотите сказать, что это приносит вред или не оставляет ничто? Какой вариант выбираете вы? То есть в пользу вред или ничто? В вашем больноте есть да. Я выбираю четвертый вариант. Это приносит какие-то изменения. Безусловно. Безусловно. Я не согласен. Да. Интересно. Я не согласен. Кажется, вашего ответа. Вы хотите сказать, что никаких изменений в нас не произойдет? Вы спрашивали. Вы отвечаете себе. Хорошо или нелогично, по-моему? Да. Мы говорили вам. Ну что, бесследно. Не проходит. Угу. По-моему. А вы говорили, это нам. И вы забываете и снова спрашиваете. Спрашиваете то, что вы пытаетесь доказать нам. Да. Верно. Какой еще раз будет этот курс. Так. Поверьте. Мы не на лучшем месте. Бывая, когда контактируем с болью. Мы говорили бы по похожести миров. Да. Так. У меня вопрос еще по прошлому. Как говорится. Вот. Насчет песчинки. Насчет похожести этих. Этой песчинки на все остальные. То, что мы тормознулись здесь. В этом мире. Вот. И кувыркаемся. Из жизни в жизнь. Ммм. Тут два понятия. С одной стороны, конечно, хорошо узнавать новое. Но с другой стороны, если знаешь, что это новое все равно похоже на то старое. Зачем узнавать? Как вы можете представить новое? Похоже на старое. Ну, я веду. Проверите пример. Хорошо. Мы живем на цветке. Допустим, белом. У него там пять лепестков. Три тычинки. Мы перелетаем на другой цветок. На красный. Там тоже пять лепестков и три тычинки. Но он красный. Человек здесь нет на везду. Или для вас это старое? Вот я и говорю одно. Новое. Только структура та же. А новое цвет другой. У вас поведет ступень. Подобные рассуждения. Живите на этой песчинке. Вокруг вас множество. Если вы хотите их видеть, это ваши проблемы. Ну, понятно. Но не задерживайте других. Вы делаете это минимум, как трое. Лично я делаю? Лично вы. Мы говорили с вами о соединении. Мы дали вам часть ответа. Да, то есть, когда вы сказали лично, я это применил к осенью четвертым, так понял. Вспомните, поправьте метафор, и вы найдете третьего. Простите, третьего или четвертого? Мы говорили о третьем. Вы говорили о четвертом, поскольку неизвестно. Послушайте кассету. Хорошо. И вы поймете. Оставим. Это первое. Второе. Счет придуман в вами. Здесь нет понятий первого, второго и четвертого. Нам удобнее говорить с вами так. Хотя для нас это вредно. Хорошо, есть кто-нибудь по промежу. Для вас не вредно, и мы поняли. Нет. С вами тяжело работать. И нам приходится жертвовать, разговаривать с вами. Но это не та жертва, о которой вы в виде речи. То есть от вас что-то уходит, так скажем? Нет. Сложно и работать. Ага. Можно скажите, вас трудности пугают или наоборот где стеряют силы, так скажем? Как ответите вы, если я вам задам подобное? Я отвечу, что когда как. Когда где стеряют силы, а когда по своим. Все зависит от индивиду. Да. Вы спрашивали. Существуют у нас индивидуальные. Мы говорили вам о скоротечности нашей жизни. Да. Мы скажем вам боль. Мы не поживаем контакт, ибо с вами говорит одна личность. Вы помнили? Угу. Сопоставьте с подсказкой. Но помните, самое главное, что вы увидите в этой записи, это подсказка и конец записи. То есть вы уже заранее знаете, как будет конец? Да. Интересно. Хорошо. Либо он будет создан нами, не вами. Хорошо. Если это самое главное, то значит, вы прошли ответу сами. Но вы любите подтверждение других. Верно. Вы хотите увидеть мир сужими глазами. Это ваша. Ошибка. Это больше даже, чем ошибка. Катастрофа. Не будем. Ну ладно. Больше ошибки. Ну понятно. Любые. В принципе. Что больше ошибки подходят. Так. Я к чему говорю? Если это будет самое главное на нашем разговоре, то в принципе так связывается, и говорить-то не о чем больше. Если это нам только это надо узнать. Разве? Ну согласитесь. Если остальное будет все ветер, так скажем. Вы все считаете ветром. Вы считаете пынки. Да. Что важен вам там? если вы будете жить за головой пестики, не имея цвета и листьев. Вам будет нравиться этот дом? Угу. Понятно. Так. Значит, вы в прошлом говорили, что были в Шанбале все-таки, да? то есть прошли через нее? Вы будете там. Ну это вы тоже говорили, я помню. Вы были, да? То есть все были. А вы ушли оттуда? Нет. Вы не говорите, что были там. Не ушли оттуда. Нет, вы были. Если я говорю вам вы были там, то остальное получите из поправки. так. По-моему, на прошлом контакте, когда третий был, из нас четверых, я как понял, он сказал насчет Шанбала, вы сказали, мы были там, и сейчас связь типа того поддержим. Вы невнимательны. Наверное. как вы сказали, мы говорили, что он будет там. А, надо кассеты недолго поднять. Это первое. И второе, если вы говорите что были где-то, вы можете иметь не только себя, но и ваш народ. Идивидуально. А, я понял. Нет. Понял. Допустим, к вам кто-то пришел, кто был в Шанбале, так? Нет. Вы забываете, один день. Тьфу, все время. Тогда я что-то не свяжу. Два узла. Если вы свяжете, у вас будут другие вопросы, и вы будете на другом уровне контактов. Верно. Так, четвертый, который я нашел, боится, значить, что, так сказать, будет побочные последствия не в лучшую сторону от этих контактов. У него страх. Что мы можем посоветовать? Все зависит от того. Понятно. И мы можем повести побочную юлину, если вы хотите того. Да? А, ну, понял. Это надо насчет нервов. Зуби, да? Ваша работа? Нет. У вас хватает сил делать это и сами. Угу. Мы же только корректируем, поговорим. А, ну, да, да, да. То есть вы определенного рода? Если мы скажем, что вы будете молодеть, и у вас будут растить новые зубы, это не значит, что сделаем мы. Это будете делать убыж. Угу. То есть у нас сил хватит на все что угодно. Понятно, я к этому пришел, не знаю, как это сила управлять и вообще знать, где это что-ли. Вот. Так. Вы можете объяснить, вот, после последний контакт был, мы вытянули две домино, две доминошки. Значит, на одном было пять пустых, а на другом четыре и один. Это символ неспроста, эти две домино было? То есть все происходит неспроста? Ну, это я знаю. Но ваш ответ не верен. В чем? вы взяли за меня. Верно, я. Ваша боль владела этим. Верно. Вы хотели взять другую, вы взяли бы другую. Старо. Не более, вы не умеете управлять. И чаще вы все делаете хаосом. Верно. мы дали вам ответ. Мы не можем давать вам готовое. Я понял, понял, поэтому дальше не будет. Продолжай. Так. Вы выходите на контакт. Вы активны, мы пассивны. ибо мы имеем законы не вмешиваться. Но мы не противимся и скажем более рады вам. Понятно. То есть я уже думал насчет этого, что грубо говоря не лезть туда, куда тебя не просят. Вы не говорили этого. Мы говорили, что вы активны. Но не говорили о в идее. Все творит недеяние. Мысль. Я говорю ясно. Какую мысль вы несете имея контакт? Лично я контакт? Да. Ваша цель. Ну по своей природе я не насытен знаниях. Так скажем. И соответственно делаю какие-то выводы из того, что я знаю. и потом проверяю их жизнью. Вы подгоняете. Возможно. Но однако получается довольно часто. Интересно. Вы искусны. Батя. Вы живете. Так. Не бойтесь ошибиться. Я не ошибаюсь и только ничто не делает. вера. Вы можете спутнуться идя. Но или вы станете сами или вам помогут. Это обязательно. помните помните это. Ясно. Вы должны идти надеждой. С верой скажем. Да. И если упал не прекращай свои веры. Нет. Иначе это не была вера. Это более только обман. Ложь самому себе. Понятно. Вы караетесь не за лжов соседа. Вы караетесь за ложь себе. Понятно. Мы говорили вам уже не свистуй. Мы скажем Боже. Лжи нет. Но есть предательство. Понятно. Наверное. Вы продаете себя. Вы можете сказать многое. И мы поверим вам. Не помню что вы говорили. Так. Вопрос такой. Вот есть такая может быть не знаю переводчик слышал. Теория вибрации. Резонанс. Теория Знаете на чём ходить? Спрашивайте. Есть теория резонанса. Ответ был дан. И был дан Платно Теория. Спрашивайте. Хорошо. В этой теории значит один друг четвёртый кстати испытал это состояние и весьма напуган так скажем разными непонятностями которые с ним происходили. там он видел кубы треугольники всё это в цвете и после этого сеанса он встал посмотрел на зелёный цвет и был не такой зелёный как сейчас видим а намного содержатель скажем так ярче. Спрашки. Вот вопрос такой. Это происходит действительно из-за резонанса скажем так. это резонанс либо дефект понятно мы говорили вам о деянии и мыслях если вы ищете зло вы найдёте его если вы несёте добро вы найдёте добро если вы не ищете ничего то ничего не найдёте верно верно а можно искать зло можно ли искать добро допустим вот если допустим я злой я ищу добро я хочу найти его допустим у меня есть мысль изменить то есть переполюсовать себя можно вы обязаны сделать это мы говорили вам о реакторнации они сложны для того чтобы учиться учиться на своих ошибках да но как учиться если ты не помнишь что ты сделал у нас есть сердце ясно оно помнит всё это первое второе какое у вас отношение к людям в этом вы можете найти отгадку прошлого ясно нисколько не проходит бесследно будьте внимательны вы не хотите знать вы боитесь знаний и поэтому находите их да мы говорили вам помнить всё наказание наказание если вы не имеете сил помнить всё так тут опять же я имею попытку вас поймать как говорится на противоречии вы сказали что все мы были и жертвами и так сказать противоположностью вы были и уберетами и жертвами и победами все то есть друг от друга понимая говорили о четверых ну я и говорю насчет четверых это применительно друг от друга вот а значит каждый из нас помнит всё тогда почему он конкретно он переводчик два раза помнит так скажем лично его в вашем вопросе и ответ он помнит только два раза и согласитесь если мы дадим ему что он будет помнить когда он был не жертвой то мы не сможем работать с ним вообще вы можете заплатить долгими с собой а значит сейчас будет заключительная стадия какая-то я так понимаю в этой жизни именно да все зависит от вас ну понятно должна быть скажем так мы вам подскажем далее вы невнимательно вспомните последние фразы хотя вы стирали повторите сейчас да да андрюша что ж мне же больно верно далее 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 я вам ничего не говорю разу а что ж ты делаешь ты же мой лучший друг далее еще еще далее не помню все вы убийцы будете так вы не помните разу а честно честно говоря не помню но я напомню верно 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 то есть в этой жизни получается что-то я не свяжу это честно вроде как должны характери друг друга сделать чтобы примириться со всем вы не ладичны мы говорили о прошлой жизни так четырнадцатый год ну хорошо давайте рассуждать вашими мерами согласитесь ляшла отца да вы помните помню небольшое согласие проводит смерть не согласие простите в каком случае это может быть ну когда это попольщики допустим боясь что его предаст вы слышали фразу предательства нет тогда подумайте почему такая реакция то есть кто-то не соглашаясь с кем-то то есть мы не соглашаясь между собой приводят таким печальным результатом так только одно несогласие давайте по-другому давайте неправильно подумаем вы договариваетесь о чем-то достаточно крупно могут изменить вашу жизнь и чаще летальному и если с вами кто-то не согласен чем крупнее ваша задача тем больше шансов что вы уберете вы опять не поняли я так понял что они пытались договаривались убить царя а он был не согласен поэтому они такая реакция прошла теперь вспомните что произошло остальное вы не можете вспомнить тогда догадайтесь вы все были казнены но не будьте горды не вы убивали царя вас убила ваша мечта вы мечтали о власти и ваша же власть убила вас испомните последние слова так тогда уже что-то поясняется то есть вас же так тоже убьют тогда смысл приведения сюда четвертого вроде теряется вроде как вы нам говорите живите спокойно и все живите как живите мы говорили о песчанке мы говорили о лакографии мы говорили о песчанке без листов почему вы не помните вы хотите помнить прошлое но вы не помните настоящее как вы можете решать будущее помните так так такой вопрос теоретический случись так что не получится допустим провести задачи во рту мы обязаны будем сделать это в следующей жизни мы говорили что вы обязаны провести четвертого нет не говорили но это я так говорю мы давайте говорить о вас вы должны найти друг друга и мы придем к вам но это я уже догадался только в каком ракурсе вы к нам придете я не понял вы найдете и мы придем к вам но я это нашел так нам надо всем четверым вместе собраться или по одиночке можно проводить друг друга мы не говорили о приходах умейте думать а в жизни короче мы говорили вам мы не скажем много но мы сказали более чем могли мы нарушаем наши же законы понял я в каком смысле вы поняли да надо короче вы не поняли сдружиться надо но мы понесем наказание за попытку чтобы вы поняли нет не надо наверное это не вам хорошо вы говорите о риске контактов может с коемболь не надо рисковать вам не стоит вы не прав да но вам винить ищущий что находите ждающий цель вы ходите в мир и теряйте что с памятью вашей забывшей не только цель но и себя потерявшей в мире бытия вы скажете ищите бога забывшей что бог создал ваши не видите правды в истине создали своих богов по разуму вашим но продолжать начали почему же это было писано вам вы не помните третий то мало верно мы спрашиваем отвечайте вы создали бог по разуму вашим и молитесь тенем истины придет истина воплоти и будьте палачами буряса вы не помните нет не помню вспоминайте вспоминайте хорошо счет да че почему вы не помните вы не помните ничто почему не знаю я не знаю раз я не помню я не знаю ищущие что находите рождаете цель пойдя в мир теряете что с памятью вашей да че вы создали бога по разуму вашим поклоняетесь тенем истины придет истина в плач и будьте палачами в грязах ибо не по вашим мерам ибо могучие вас и потому страшные вам вспомните вспомните то ваши слова можно продолжать заканчивать я понял я так понял отрывок из его книги которую он читал во сне мы говорили о вас но если нам трудно разобраться когда вы говорите о нас и потом в отдельности вы не внимательны нет вместо имения вас неизвестно к чему отнести только к нам всем только конкретно к какому-то из нас ты имеешь боящее величие понял но молитесь всем ведыкам желаете воззреть их и алкать с ними придет мечта ваша но не сдаваемая вами вы скажете память слаба не помнит было не помните настоящего ибо хотите верить только то вы вспомните я где-то это читал я припоминаю вспомните хорошо я читал это здесь в этой жизни вспомните вопрос можно вспомнить хорошо теперь мне есть цель мне надо вспомниться так давайте снова мы три раза уже повторяли пожалуйста не перебивайте хорошо мы будем повторять вам множество раз пока вы не вспомните мы пришли к вам поймать вашу память но вы не помните так вот слушайте ищущий что находите прождающей цель приходите мир теряете что с памятью вашей забывшей не только цель но и себя потерявшейся в мире бытия вы скажете ищите бога забывший что богом создан ваше невидящие правды в истине создали своих богов по разуму вашему поклоняйтесь теням истины придет истина вплоть и будьте палачами в грязах ибо не по вашим мерам ибо могучие вас потому страшные для вас истине истине величия. Намолитесь всем великанам, желаете воззреть их и алкать с ними. Придет мечта ваша, неузнаваема вами. Вы скажете, память слаба, ибо не помнит былое. И не поверите, что не верите настоящим, ибо помните только то, что хотите помнить, а не что потребно. Вы ищите новое, опираясь на непонятые старые. Вы создали богов по мерам ваших, но не извините, что... Но не разумеете, что боги ваши не сильнее вас, ибо это творение ваше, забывший, он создал вас по подобию своему, но не вы его. Слепцы, вы ищите подобных себе, непохожие инородно для вас, незамечаемые вами. Глухая плоть не слышит более, чем может. Практически мир эмоций подчиняется вам. Вы изменяете его. И порой глобально. Так. Вы интересны тем, что один индивидуум может изменить весь мир. Ого. Разве вы не можете привести примеры сами? Ну да. Угла государства меняет все странно. Все правильно. И вы удивительны тем, что человек недалекого ума может совершить это. Не имея лишь только власть. Да. Наша беда и наши интересы. Мы с вами находимся уже в пятнадцать тысяч лет вместе. Мы не можем вас понять. Ну, если мы сами себя не можем понять, то уж... Мы не предсказываем. Вам даже трудно указывать на будущее. Мы можем только предполагать. И по любому миновению вы можете изменить все. Угу. Вот почему сказано. Судьба лишь спутница твоя и не дай ей власть от тобою. Правильно? Вашими словами, да. Так. Фактически у человека судьбы нет. Он ее делает сам, так? И да, и нет. Угу. То есть есть направление. А какое, допустим? Ну, трудно тебя наводит. Очень трудно работать с первоначальными. У меня большой фон. Понятно. Что сделать? Он здесь не может ничем помочь. Мы должны только выиграть время и постараться уйти от этого. Угу. Понятно. Заговори, Забыкарыч. Давайте поговорим. Вы будем говорить или отвечать на вопросы? Как вам удобнее. Это ваше право. Забыкарыч. Ладно. Мы хотели бы многое узнать о вас. Что? Ну, поймите. В духовном плане. Понятно. Вы, как физически, нас не интересует. Знаете, понятно? Скажите немножко о себе. То, что вы можете. Я имею в виду не конкретно о вас, а о вас. О людях. Да? Ваше понятие. О людях. Ну, давайте сделаем наоборот. Я буду задавать вам вопросы. Давайте. Вы будете отвечать. Давайте. Перепылесовка. Что такое человек? Человек. Человек. Век. Ну, а как расшифровать? Точно не знаю насчет вечного духа тут молодцы слышал. Ну, где-то целый век, короче, так у нас расшифроваться. Живет целый век. То есть, ну, в принципе, в стулья. Нет. Раньше, по словам век, подсумевалось искренне что-то. Либо раньше стулья считалось большим числом. Согласитесь? Что тысяча лет назад, в год, 60 лет, сейчас в Лассейне считалось очень много. Да. И вы можете смело привести человек как бессмертный. Угу. Ну, да, тоже верно. Я упустил из видов, что раньше жили 25-30 лет. Что еще вас интересует? Бывает. Так. Ну, в духовном плане разные, как говорится, индивидуумы бывают. Но, в принципе, у каждого, вот лично по моим наблюдениям, с любым, как говорится, по нашим понятиям низкопавшим, можно вполне по-человечески поговорить. Вот, и он понимает. Практически со всеми. Только бывает, действительно, мозг ставит запреты сердцу. То есть, как говорится, не принимает сердечные, так скажем, рассуждения в... Управ. ...своей... Слушность одна. Любого человека. И затрагивает ослушность. Мы можем с ним говорить. И не имеет значения, кто. Верно. Верно. Я тоже к этому в свою душу пришел. И вернее, меня привели. Вся жизнь привела. Вот. Иногда, на правду, действительно, обижаются. Ну, в нашем понятии правду. Здесь вы жестоким. Да. Операцию тоже делает больно. Но это, как сказать, необходимая больно. Необходимо. Ну, знаете, если рассуждать с вашей позицией, да, то можно вообще плюнуть на все и жить, как говорится, в свое удовольствие. И все, никого не затрагивать, никого не менять. Я что-то... Это наша инквизиция была необходимостью. Ну, так скажем, она оставила самых стойких, самых мудрых. Нет. Она оставила ловцов. Ага. Тоже верно. Именем Бога. Вытворили работу дьявола. Вы согласны? Согласен. Вот он. Один из ответов. Что лучше, добро или зло? Что думать об этом? Так, ну это я понял. Добро творили зло. Правильно. А злом творить добро, это как? Пример какой-нибудь, пожалуйста. Зло творить добро? Ну, сказано было, что лучше, добро творящее зло или зло творящее добро? Вопрос был задан, чтобы ответили вы. Понятно. Мы сейчас не состояли на него ответить. Я. Мало кто это может сделать. Найдя ответ, вы найдете новые вопросы. Понятно. И снова будете искать ответ. А вы знаете, что лучше? Лично, как говорится, в вашем, в нашем мире скажете? У нас свои мерки. У нас свои понятия. У нас свои понятия. Ну, по вашим понятиям. По вашим понятиям мы тоже ищем ответы. Мы с вами одинаково, не забывайте об этом. Угу. И мы тоже идем дороги. И нам с вами по пути. Но мы не ведем вас. Понятно. Ибо если мы скажем вам, то значит, мы ведем свои дороги. У вас своя. У нас своя. Благородная. Это первое. Второе. Не всегда благородный. Угу. Угу. Иногда приходится оставлять путника в беде. Так значит. Ага. Понятно. Но беда нужна для того, чтобы существует закон, который нельзя нарушать. И даже с вашей, с нашей точки зрения, они порой жестоки. Или что касалось денег, мы можем понять, почему дедакон шествует. И уже другое понятие жестокости. Ясно. Это вопрос, конечно, очень долго обсуждать можно всю жизнь. Вечно, короче. Вот. Мы восхожи в тут время. Да. Спешите некуда. То, что сейчас сделали мы, жестоко. Но у нас есть возможность с вами говорить. Я помню. Так это все-таки сделали бы. А без вас тоже это может быть? Да. Ясно. Вы живете хаосом. И в хаосе бывают моменты. Понятно. Но это бывает чаще не управляемый. А если вы знаете, к чему это приводит. Вы не умеете управлять. Вы спрашивали о сумасшедшем. Да. Сумасшедшем какой-то американ-то актер. Но он... Первый. Хаос. Вопрос. Да. Понятно. Все. Этим все сказали. Так. И что бы вы еще хотели спросить в этом? Вопросы хотели задать? Спрашивали? Нет. То эти нахуй. Ну, ребята. Так что-то... То вы хотите, то не хотите. У вас тоже хаос есть? Нет. Я хочу сказать, что мы не будем делать вопрос. Что хотите, то и говорите. Вы чаще всего направляем в русло беседы. Да это я уже видел. Тебе направлять человеком. Угу. Мне не хотелось бы повторить свои вопросы. В принципе, там столько, что можно найти ответы и смотреть. Ну, долго и долго. В смысле смотреть и смотреть и узнавать их с нового качества. Так что пищи для размышления мне хватит, наверное, на все оставшиеся. Вот. Насчет, значит, вы сейчас находитесь в его эмоциях? Нет. Мы ушли. Ушли. Хорошо. А вот вопрос какой. Вопрос такой. Мы вас с ним просим сказать хотя бы. Есть ли принципиальный технический способ записать то, что вы ему показываете? Он, я думаю, знает, о чем он говорит. Мы поняли вас. Да. Есть. Это технический путь. Нет, я понимаю. Согласитесь, что дав это, мы вам уже указываем будущее. Согласен. Но мы можем дать незаметную подсказку. А это уже ваши проблемы сможете вы понять или нет? Стоп. Минуточку. Минуточку. Значит, я думаю, так скажем, если бы вы дали не подсказку, а, мягко выражает хотя бы блок-схему этого, то если бы мы... Вы обманываете себя. Чем? Вы хотите обмануть себя? Мы не можем так. Мы можем дать только маленькую подсказку. Вы пользуетесь блок-схему. Согласитесь? Это все равно, чтобы дать схему. Ну-ка. Нет, у технических невероятных спорят, чем вы думаете. Тем более в такой... Из-за этого ваше неумение. Ну, опять же... Правильно, заданный вопрос, это уже половина ответа. Также я могу сказать и об блок-схему. Ну, ладно. Но я подскажу вам. У вас в листу детектор ложит. Угу, понятно. Усилительно. Согласны? Согласен. Но они же... С одних датчиков вы усиливаете и передаете на другие датчики, которые дают вам уже информацию. А вы сделаете проще. Возьмите, усилите и передайте под тем же датчиком, но уже стоящим на вас, эту информацию. О. О. Угу. Все. Спасибо. Вы, может сказать, сказали все. Более. Да, даже более. Вот. Вы делаете это постоянно. Но. В хаосе. Не смыть. Не замечаете. Усилите. Угу. 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 Каждый избавится от шума. Это я познаю. на мою аппаратуру. Как вы это сделаете? Придется ли цифровую модуляцию применить? Я не знаю. Зачем? Поставьте второй входной блок. Угу. С теми же параметрами. Угу. 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 То есть снимать можно с любой поверхности. Интересно. Очень интересно. Интересно. Интересно? Вы доказывали. Все во всем. Ну, теперь нам приходится вам это доказывать. и расписываясь своей глупостью. Вернее, своими мелодами. Беспамятями. Да. Угу. Попробуйте понять, что такое противофальс. Сделайте простой эксперимент. Возьмите стерео-альтофон и подключите микрофон к обоим каналам. Вы поняли? Угу. 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 Пожалуйте, все, что мы можем по комнате сказать. Спасибо. Сказали более чем. Вы думаете? Спасибо, Лена. Переводчику. Я говорю спасибо вам. Переводчику я скажу, когда станет. Вот. Без вас бы дело растянулось, может быть, на десятилетие. Вы бы пошли к этому, Володя. Мы гораздо позже. Угу. 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 Все меньше и меньше вопросов. Я просто не знаю, что уже можно спросить. На будущее вы не говорите. Хотя, можете вы считать. Ну, ладно. Доказательства я у вас никаких не прошу, чтобы там что-то подтвердить. Угу. 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 Я задаю вопрос. Назвать сумму, вернее произведение числа 6 миллионов 735 умножить на 13 миллионов 144 тысячи 327. Лига на ответ не будет. Верно? Я сам не знаю. Угода на ускорение. Вы можете помочь? Нет. 996 футболes acknowledged Они попали в третий Anda данной decision. космоциональный план и тем более мы сейчас на границе вы спрашивали мы вам отвечали мы ушли тяжело работать первое второе согласитесь мозг отвечающий часть мозга отвечающий за расчеты находится не в том месте где находится мы говорили вам что ваш мозг закрыт и займете чем больше или контакты чем больше он закрывается что не логично мы рассчитываем на адаптацию мы рассчитываем на провыкаемость он все больше закрывается и он нашел очень интересный способ он уходит в прошлое вижу так что же нам делать по вашему может существует какие-то земные способы разблокирование приостановление блокировки мы не знаем ответ мне нужно ругаться то есть возьмите мы стараемся войти мозг понимает как чужеродный для того и чтобы уйти от этой реалии где находимся мы он уходит в прошлое вы в прошлое не можете уйти мы не можем уйти вместе с ним он вам трудно работать а это самая лучшая защита которая мог придумать да по другому сказать мы хотим войти мозг он исчезает понятно его нет так значит наступит момент когда все это дело прекратится да но если вы не найдете мы не найдем способов верно как это с ним может быть но мы ведем множество контрактов и такого не случалось угу приблизительно причина причина его заряда мы не можем этого пока поняли мы так же анализируем эту ситуацию хорошо поэтому простили вас о четвертом но на свой закон и мы не можем назвать его ясно но вы как-то узнаете кто это четвертый мы знаем но здесь мы уже не дадим даже наметов то есть мужчина женщина вы не скажете нет мы не скажем ну а все уже было сказано жанна угу хорошо нет ну давайте оставим еще дальше давайте давайте мы пошли на все это для того чтобы соединиться конкретно с ним вы с ним соединились чтобы я с ним соединился мы конкретно с ним угу но говоря о нем мы имеем в виду и вас ну да через него я знаю ну все правильно нет здесь гораздо глупо ну как не типо глубже а вы не догадываетесь у меня откроется такая крыша поэтому извиняюсь контакт хорошо скажи ваше версии ну допустим я так думаю лет через пять так я буду лежать на его месте нет у вас сейчас четверо но вы были один у вас сейчас четверо сейчас нас двое с вами трое у вас четверо но берем их третье вот он вам задал вопрос так в третье четвертого и мы соединимся соединившись мы образуем наверное какую-то силу которая преодолеет барьер мозга это должно вздумайтесь сейчас вас четверо но раньше вы были один вы были едины четверо и один один разделился на четверо мы можем сказать только одно он разделился на путевоположности это может дать вам рассказку противоположности противоположности Так Дать еще Один, два, три Задавайте Так, музыка может чем-то помочь? Эмоциональный план там Улучшить там как-то или что? Время контакта нет Ну это я понял, а до контакта? Да, конечно Так, то есть можно этот процесс Приостановить Как-то Какая музыка, в каком стиле? Какая была? Один, два Нет, не требует Сердце Извините, мое сердце может говорить, что эта музыка хорошая Он может воспринимать ее как пустую Что я делаю? После этого говорили 3 минуты назад Вспомните Да, давайте сейчас Хорошо Так Ясненько Что еще можно сказать? Давайте Логически Для него не будет Болезненно Если, допустим, там Запрет незнакомый ему человек И это тоже так будет Сдать вопрос Для нас На него мы не можем ответить Понятно Если, допустим Значит На эту тему вообще можно еще говорить? Это никакие пабушные явления, да? На тему Закрытия Открытия Можно? Говорить Значит С каждым контактом получается так, что Это дело Ухудшается и ухудшается Пока да Есть надежда Ну, тогда были Не помните У вас было четверо У вас было четверо Вот так Всего одного Вмещало четверо Как у нас с вами работало У нас было что-то здесь, да? Вы... не помните. Был один человек, скажем так, сверхчеловек. Он возле леса на четырех человеков. Так. Вы знаете, какие-то важные составляющие, если не удобно. Интересно, а как мы соединимся? Извините. Ну, где я имею в виду? Духовно, да? Мы должны стать другими. Вы можете представить физическое соединение. Представить-то можно и физическое. Ну, это факт уж, что это не то. Так, ну ладно, задавайте. Значит, мы должны стать друзьями? Или продолжить дружбу? Так скажем. Вы найдете. Сами. Ладно. Вы встречались. И не раз. Но вы не нашли правильный рост. Это ваши проблемы. Понятно. Каковы наши проблемы? Только у нас голова не войдет от этих проблем. Так, что еще можно сказать? А, вы... Я тогда просил, чтобы вы передали... Как сказать? На ту планету, которая называется Двифлем. Вот передали? Важно. 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 Написано было Двифлем. Важно. Важно. Ну, не важно. Тогда или нет? Нет. Это не передадите, да? Передадим. Но не сейчас. Не было контакта. Ага. Мы с ними контактируем так же, как и с вами. Мы говорили вам об этом. Ясно. О них вы что-нибудь еще можете рассказать? Да. Организация, там, иерархия, техника есть или нет. У них все есть иерархия. Да, у них все есть техника. Не в нашем понятии. Есть и в вашем понятии. Базы какие-нибудь у нас тут есть на Земле? Множество. У них тут тоже семьи, живут как люди. Да. Чаще они имеют форму людей. Ясно. То есть они структурно могут измениться, скажем так, физиологически. Исчезать они могут. Незаметно отправят. В мгновение его краса не было. Представьте. Двухмерный мир. А, понял. Понял. Так. Просто эти, если они... Они присутствуют какие-то, так сказать, свои цели познания, так сказать? Или... И да, и нет. Угу. Тоже ясно. Вы помогали кому-то. Какие последовательные цели? Ясно-ясно. И те, и другие? Ну, можно надеяться, что... Как говорится, назад они нас не потащат. Или, вернее, они нас тащат оттуда, откуда мы ушли. Как скажем, мы дети оторвались от всего мира и пошли куда-то не в ту сторону. Это они вернулись за нами, чтобы... Худшего не принесут. Худшего не принесут. Да вы можете. И лучше обратить в худших. Да, это все возможно. Но это уже будет мне еще, наверное. Это понятно. Относительно. Но они будут внести ответ. Почему мы их подведем? Ну, можем подвести. Как бы делать это удивительно просто. Да. Вы бессмертны. И так легко можете выбить. Но тут проблемы нравственности. Скорее всего, странят сейчас. Нет. Нравственность, мораль. Это все выдумано в вами. Это всего лишь отговорки. Так, минуточку. У меня возникла ситуация такая. Жизнь влечет. Бывается. Когда я... Ну, я так выражаюсь. Как сказал? Сказал, что я люблю всех. Какой-то мой близкий человек обиделся на это. Он посчитал, что я не люблю его, если я люблю всех. Ну, хочу любить всех, скажем так. Учусь любить всех. Я сказал, что мы не умеем любить. А просто учимся еще это делать. И даже вы, наверное, тоже только учитесь это делать. Вы согласитесь? Что, вы оба правы? Ну, относительно... Не ее, да. Она права. Относительно меня. Я тоже про все верну. Но ведь эта обида может перерасти в неприязнь с ее стороны. К вам приходили пороки. Я понимаю. И вы их убивали. Вы хотите стать Афистосом? Не хотите понести даже малую часть его груза? Нет, почему? Ну, я-то сказал, даже если она обиделась. Я ей сказал, что ты обижаешься на то, что я так думаю. После смерти вы в мире ложи. Верно, я ей тоже сказал это. Вы жжете постоянно. Всем и себе. Да, могу лишь в том, что вы же не чувствуете. Но... Ложь это когда вы убьете самому себе. Вы можете мне солгать что угодно. Я могу это... Да, могу лишь в том, что вы же не чувствуете. Но... Ложь это когда вы убьете самому себе. Вы можете мне солгать что угодно. И я могу это принять за правду. И это нельзя назвать ложью. Относительно вас вы знаете, что это ложь. Верно. Ну, очень чистил как себе. Хорошо. А можно, если же мы так заврались, то можно ли это ложь использовать в благих целях, так скажем, для нас же самих? То есть, допустим, средний человек... Его творящее добро? Получается, уже добро внизу. Если он творит добро. Хорошо. Вспомните своих пророков, которые ложью делали добро. Вы можете это вспомнить? Угу. Я просто черпал. Вспомните, что это вам единственное. Да, это очень... Мы не религиозны. Но религия одно и способ видения мира. И она не ушел. С вами легче говорить религиозным языком. Вас искушает сатана. И очень искусно. К сожалению, вам пора это нравиться. Да. То есть, все плотские наслаждения, так скажем, это от сатаны, скажем, переходить на язык. Или ее? Нет. Все должно быть в меру. То есть, нельзя казнить свою плоть, но нельзя возвращать ее в дело истинное начало. То есть, отбрать не больше того, что тебе нужно? Вы правы. Так, ну, как думал. А, допустим, насчет цивилизации дельфинов сказали, да? Они же едят рыбу. Рыба тоже живая. Что получается? Они тоже творятся. Как говорится, зло в миру, так скажем. А зло тоже живой. Вы творите зло, поедай его. Нет. Ну да, верно. Ну, сейчас, допустим, в такой ситуации откажусь я от еды вовсе. От питья вы пожинаете воздух и от дыхания. Хорошо. Вы принимаете энергию, она тоже живая, вы ее перерабатываете. То есть, можно фактически питаться энергией, и если так осуждать, то вы убиваете постельно. Так что, не будем говорить о дельфинов. А как вы считаете, чем вы питаетесь вы? Чтобы вы не ели, чтобы вы не делали. Ну да, раз. Всего лишь понимаете энергию. Все остальное лишь несет ее. И мы можем потреблять ее слишком много, чем больше, чем нам надо, и, как говорится, менее того. Верно? Верно. Так, этим мы не делаем великое зло, там, или наоборот, великую доброту, так скажем. Я опостал. Любая чрезмерность это зло. И пост в меру. Вы можете назвать не религию, которая гласит, а постит, так что вы должны умереть. Если вам не по силу сорок дней, вы можете, не прекращая поста, принимать пищу, ну, разумно. Нет, нет. А что это произошло? Это первое. Второе. Будьте внимательны. Христос пришел не для того, чтобы взять добродетелей и святых. Он пошел для вас, грешников. Это я понял. Это символ. Символ вашей дороги. Вы должны стать, как Христос. Но сперва вы должны стать самими собой. Или только тогда идти далее. Будьте внимательны. Вы знаете ответы на ваши вопросы и более. Вы читали эти ответы и будете читать. Но вы внимательны. Вы не можете все соединить. вы читаете и видите запоминать только те строки, которые вам понравились или которые подтверждают вашу правду. Верно. Все остальное вы опускаете. вы не всегда возвращаемся еще наверное. Потому что если что-то где-то замечено было, то что память помнит как вы можете излящать. Может быть. Его угодно нам же самим правильно. Мы хотим лжете сами в себе вы живете в мире лжи. Вы любите третье там. Скажите в мире лжи не лжи сможет лжить? Можно. Вы опять не можете власти все въединить. Мы говорили о христии. Он лгал. Лом. не лгал. Так. Я думаю дайте счет. Обратно. Вы хотели это. Да, я так подумал, что уже дайте счет. Обратно. Девять восемь семь шесть пять четыре три два один все